Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин, и сегодня мы поговорим о гармонических колебаниях. Ведем все основные определения, которые связаны с колебаниями, и поговорим о тех ситуациях, в которых эти колебания происходят. Ну и начнем мы с простого опыта, для которого собрали вот такую установку. Здесь груз подвешен на трех пружинах, и если я оттяну его вниз, то он и начнет колебаться. А сверху установлен ультразвуковой датчик, смещение который может измерять расстояние до этого груза. Я отвожу груз вниз от положения равновесия, отпускаю его, и с помощью датчика строю зависимость вертикальной координаты от времени, график колебаний груза. Мы видим, что повторяющиеся движения происходят за равные интервалы времени. Длительность одного такого интервала называется периодом колебаний, а максимальное смещение груза от положения равновесия вверх или вниз называется амплитудой колебаний. А теперь давайте перейдем к теории. Положение равновесия на груз действует сила тяжести и сила упругости со стороны пружины. Эти две силы уравновешивают друг друга, так что я их даже и отмечать никак не буду. Если груз уйдет вниз, то пружина растянется сильнее, и теперь сила упругости будет больше, чем сила тяжести, и возникнет возвращающая сила. Если же груз уйдет вверх, то теперь растяжение пружины уменьшается, и сила тяжести становится больше силы упругости, и снова на груз действует возвращающая сила. И по закону Гука возвращающая сила пропорциональна отклонению груза от положения равновесия. Теперь применим второй закон Ньютона. Равнодействующая сила равна массе, умноженной на ускорение. Ну а ускорение здесь сразу записано как вторая производная координаты. И вот у нас получилось такое уравнение. Но еще его удобно переписать, выразив ускорение. Значит, х с двумя точками, это будет минус k делить на m, х. Массу перенесли в знаменатель. И еще один шаг сделаем, обозначим вот это отношение коэффициента жесткости к массе как омега квадрат. А почему так, это выяснится чуть-чуть позднее. А теперь давайте убедимся в том, что функция синус омега т является решением этого уравнения. Ну и действительно, когда мы берем первую производную, у нас синус превращается в косинус, а производная омега т дает множитель омега. Когда мы берем вторую производную, косинус омега т дает минус синус омега т, и появляется еще один множитель омега. Всего набирается омега квадрат. Но синус омега т это х, и поэтому можем все переписать как минус омега квадрат x. И мы действительно убедились, что получили исходное уравнение. Ну а синус омега t он меняется в пределах от минус единицы до единицы. И таким образом описывает колебания с амплитудой равной единице. Но при этом надо понимать, что амплитуда у нас может быть любой. Это раз. А во-вторых, точно также нетрудно убедиться, что и косинус омега t является решением этого уравнения. Но общее решение неудобно записывать, используя и синус, и косинус. А проще всего записать его так. x равен а, то есть это амплитуда колебания, умножить на синус омега t плюс φ, где φ некоторый угол. Ну и если мы возьмем два раза производную от этой функции, то у нас снова получится минус омега квадрат на эту исходную функцию x. И тем самым это является общим решением исходного дифференциального уравнения. Про амплитуду а мы уже поговорили, а теперь давайте разберемся с величиной омега, которая присутствует в этой формуле. Ну, период синуса это 2π. Поэтому за период колебаний омега t должна измениться на 2π. И тогда можно записать, что омега умножить на период колебаний, который обозначен здесь большой буквой t, должен быть равен 2π. Ну и отсюда мы величину омега можем выразить это 2π, деленное на период t. А теперь надо вспомнить, что единица на период это число колебаний, которое совершается с единицей времени, то есть частота колебаний f. И мы можем записать, что омега это 2π умножить на частоту f. И вот получается, что омега отличается от частоты f только множителем 2π. Ну а 2π это полный угол поворота на 360 градусов, только выраженный в радианах. Ну и поэтому омегу еще называют угловой частотой и измеряется она в радианах в секунду. А теперь давайте убедимся в том, что частота нашего пружинного маятника не зависит от амплитуды его колебаний. Повторяем опыт только с меньшей амплитудой, и видим, что периоды, а значит и частоты колебаний совпадают с очень высокой точностью. А теперь мы рассмотрим еще одну колебательную систему. Обычный маятник. Я его отклоняю от положения равновесия. Он колеблется. Ну и надо заметить, что он прикреплен к оси датчика вращения. И сейчас мы запишем график зависимости угла отклонения маятника от времени. И мы снова видим что-то очень похожее на синусоиду. Системы разные, но поведение их очень похоже. И это нам сейчас надо объяснить. Расставим силы, действующие на груз маятника. Во-первых, это сила тяжести, направленная перпендикулярно вниз. Во-вторых, это реакция опоры, направленная вдоль подвесом маятника. Но разгоняет груз только проекция силы тяжести, перпендикулярная подвесу. И эта проекция равна МЖ синус альфа. А знак минус показывает здесь, что сила направлена противоположной отклонению груза. Ну и при относительно небольших углах отклонения синус мы можем заменить углом альфа, выраженным в радианах. И при этом ошибка при углах отклонения меньше 15 градусов составит меньше 1%. Ну и осталось записать второй закон Ньютона вдоль направления движения груза, то есть вдоль дуги. Значит, тогда у нас масса, умноженная на ускорение вдоль дуги, равна силе, действующей тоже вдоль дуги. Ну а длина дуги у нас равна длине подвеса маятника L умноженной на угол отклонения альфа, также выраженной в радианах. Значит, если мы подставим теперь МЖ альфа вместо силы и вместо С L альфа, то получим, что вторая производная угла отклонения равняется минус G на L умноженной на угол отклонения, что очень похоже на формулу, которую мы получили для пружинного маятника. Ну и получается, что с точки зрения математического описания эти две системы ведут себя одинаково. Вот поэтому мы и получаем зависимость угла отклонения от времени в виде синусоиды. И вот я записал общее решение полученного уравнения. Здесь у нас тоже присутствует Омега, но теперь это угловая частота равна корню из G делённого на L. Но нам удобнее иметь дело с периодом. Период равен 2P делённое на Омега. Мы получаем формулы школьного учебника 2P корень из L делённое на G. Ну и если подставить все данные нашей установки, то период получается равным 0,96 секунды. И если мы теперь посмотрим на график колебаний, то мы и увидим именно этот период. И вот теперь можно дать определение гармонических колебаний. И с физической точки зрения это колебания, возникающие, когда возвращающая сила пропорциональна отклонению от положения равновесия. Ну а с математической точки зрения мы всегда получаем для гармонических колебаний какую-нибудь синусоиду. И тут на какое-то время появляюсь я. Алексей дал определение гармонических колебаний. Но почему они так называются? А дело в том, что эти колебания связаны с гармонией, то есть с музыкой. И вот здесь у меня лежат на столе разные музыкальные инструменты. Я сейчас буду записывать форму их сигнала. но оказывается, что эта форма не совсем является синусоидой. Мы перепробовали разные инструменты и другие. Но чистую синусоиду мне удалось извлечь лишь таким способом. То есть свистом. А теперь мы поговорим о связи колебательного и вращательного движений. И в частности о том, почему величину омега в этой формуле называют круговой или циклической частотой. Вот здесь у меня имеется нитяной маятник. И я могу его запустить так, что движение будет происходить в одной плоскости. А могу пустить так, что в своем движении груз будет описывать окружность. И вот мы видим кадры движения маятника с качанием и с вращением. И нетрудно заметить, что оба движения происходят с одной и той же частотой, которая составляет 1,06 Гц. И теперь мы объясним, почему частоты колебаний обычного и конического маятника в этом опыте практически совпадают. С этой целью я изобразил здесь конический маятник. Груз подвешен на нить длины L и вращается по окружности радиуса R. Ну и из прямоугольного треугольника мы имеем связь этих двух величин. R это L умножить на синус угла альфа. Дальше я изображаю силы. МЖ направлена вниз, реакция опоры и их равнодействующая, которая обеспечивает центростремительное ускорение. Ну и из треугольника мы находим связь между этим центростремительным ускорением и ускорением силы тяжести. А это G на тангенс альфа. Ну и теперь пишем формулу для центростремительного ускорения, выражая его через угловую частоту вращения тела по окружности. Это будет омега в квадрате R. Подставляем из предыдущих двух соотношений A сюда, R сюда, приводим все, сокращаем, что надо там тангенс это синус делить на косинус. И у нас остается омега в квадрате это G делить на L и еще делить на косинус альфа. Ну если угол альфа небольшой, то косинус близок к единице. Можем на единицу заменить. Получим омега в квадрате равняется G на L. А Алексей уже вывел формулу для частоты колебаний обычного маятника при небольших углах отклонения от вертикали. Вот она омега в квадрате это G делить на L. И мы видим, что эти две формулы действительно совпадают. Здесь изображена точка, движущаяся по окружности с угловой скоростью омега. Так что угол между начальным и текущим радиус векторами этой точки измеряемой в радианах растет по закону φ от t равняется омега t. Пусть радиус окружности равен R. Тогда проекция этой точки на вертикальную ось равна R sin φ. И эта проекция движется вдоль вертикальной оси так же, как двигался бы груз, совершающий гармонические колебания с амплитудой R и угловой частотой омега. То есть по закону yKt равняется R sin ωt. И вот с вами снова я. И сейчас мы разберем еще один пример колебательной системы. Вот здесь в аквариуме плавает цилиндрическая банка с грузом. И если ее немножко вытащить из воды и отпустить, то она совершает вертикальные колебания. И сейчас мы с ними разберемся. И вот когда баночка плавает в воде, ее вес уравновешен действующей на нее архимедовой силой. Так что вес баночки равен весу вытесненной воды. Ну а стало быть и масса баночки равна массе вытесненной воды. Ну и в случае цилиндра мы можем записать, что масса вытесненной воды эта плотность умножить на площадь поперечного сечения и на глубину погружения баночки. Теперь, если мы баночку немножко опустим глубже, то на нее будет действовать дополнительная сила Архимеда. То есть это избыточная сила, которая будет возвращать баночку в исходное положение. Ну и величина этой силы равна ρg на s на глубину дополнительного погружения x. Ну и естественно она направлена противоположно смещению баночки. А теперь мы запишем, как всегда, второй закон Дьютона. Масса баночки на ускорение равна вот этой вот возвращающей силе. Ну и если мы сюда подставим массу и выражение для силы, сократим все что можно, то у нас получится опять удивительно простое выражение. Квадрат угловой частоты равен g делить на h. И мы с вами это уже не раз встретили в этом ролике, это выражение. Как будто у нас здесь есть маятник длины h, то есть глубины погружения банки в воду. Ну и в нашем случае эта глубина равнялась 13 см. Ну и нам удобно в этой ситуации снова посчитать период. И он оказывается равным 0,72 секунды. Ну и теперь настало время сравнить теоретическое предсказание с результатами эксперимента. Для того, чтобы измерить смещение банки, мы опять установили ультразвуковой датчик расстояния. И сейчас я опять приподниму банку, отпускаю и даю ей совершить несколько полных колебаний. И вот полученный график смещения от времени. Мы находим по нему период колебаний и он равен 0,79 секунды. И вот мы видим, что теоретическое предсказание периода оказалось заметно меньше, чем измеренное в эксперименте. И спрашивается, почему же так получается? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Игорь Негода